Олег Жданов, военный эксперт, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег Владимирович. Первый вопрос, конечно же, будет касаться этого решения, собрать больше войск. Насколько удается Кремлю пополнить запасы и от чего ожидать? Скажу так, что это, наверное, больше похоже на сбор пушечного мяса, чем на сбор войска. Дело в том, что это надо было делать в марте месяце. Они, как всегда, опаздывают. У них нет главного преимущества, у них нет времени. Это очень играет нам на руку. Сейчас, когда популярность войны начинает падать, сейчас, когда российское общество настороженно относится к тому же призыву. Да, я вот здесь сюжет слышал, действительно, весенний призыв они продлили до 15 июня. И все равно они не смогли выполнить план призыва. Что сейчас будет с осенним призывом, я даже не представляю. А увеличение еще численности армии. Кстати, этот указ, он больше политический. Это, скорее всего, перебивка. Вот, судя по тем событиям, которые мы сегодня утром с вами услышали, это, скорее всего, была перебивка вот этого печального выступления Шойгу по поводу того, что операция начинает буксовать, вот, и что мы якобы там из-за того, что бережем, бережем жизни гражданского населения. Поэтому Путин, вот, как в качестве перебивки сказал, мы нет, мы вот армию увеличиваем, и у нас все будет хорошо. Олег Владимирович, ну, была также информация о том, что мобилизационные процессы докатились до Питера и Москвы, и сытых городов Российской Федерации. И, если я не ошибаюсь, вы сказали, что как раз вот тут-то Кремль зубы сломает эти города, и поймет на самом деле, что за поддержка войны в Украине, в больших городах, а не просто в бедных глубинках, где людям и 200 тысяч рублей, это самая большая награда в жизни. Растолкуйте, пожалуйста, об этом. Вот, что произойдет, когда в Москве и в Питере не наберут людей? Ну, произойдет то, что реальность столкнется с желаемым. То есть, виртуальная реальность столкнется с настоящей реальностью. И на сегодняшний день я сомневаюсь, что питерские, даже вот там российские фашисты, неонацисты, вот эти движения красных флагов, русские марши, которые проводят по Москве, вряд ли они сегодня захотят пойти на военкомат и пополнить ряды вооруженных сил Российской Федерации. Они бы это уже давно сделали. Если это идеология, то они бы уже давно отправляли бы добровольческие формирования целыми взводами, ротами на передний край. А когда их сейчас начнут выдергивать из этой... Кстати, знаете, как российские паблики оценили инициативу Собянина на формирование вот этих добровольческих батальонов, которую провозгласил Кремль? Собянин выступил с встречной инициативой сформировать полк, московский полк Собянина. В московских пабликах написали, слава богу, хоть всех бомжей пособирают с улиц Москвы. Олег Владимирович, а зачем они... То есть вот это их готовность идти в военкомат. Олег Владимирович, зачем они туда полезли? Вот скажите, неужели у них без Питера и без Москвы вот не хватает по регионам этих бедных, сумасшедших людей, которые не понимают или не могут понять, не имеют возможности финансовые? Вот они реально просто закончились? Ну, это же последнее дело лезет. Не то, что закончились. Нет, не то, что закончились. Дело в том, что там народ начинает прозревать. Там же приехали... Сейчас уже постоянный поток раненых из госпиталей. Те, кто выжил с ранениями, они возвращаются домой. Они рассказывают все эти ужасы войны, а это лучшая пропаганда. Понимаете, когда человек с ранением, особенно если с тяжелым ранением, рассказывает, как он там горел в танке под Хайковом или под Донецком, то, поверьте, ему верят на 200%, не на 100%, а на 200%. Плюс аллеи вот этих похороненных героев на кладбищах, они же растут с каждым днем. И поэтому там желающих становится все меньше и меньше. Ресурс исчерпывается. Еще раз повторюсь, это время. Время уходит. Время работает против Российской Федерации. Олег Владимирович, вы упомянули о Шойгу. Позвольте, о нем вопрос поставлю. Передает разведка Британии, что он попал немилость Путину из-за нехватки прогресса в войне. Ну и также вы упоминали о том, что он оправдал замедление спецоперации, так называемой, жестом доброй воли и попыткой сохранить жизни гражданских. Понятно, бред. Но тем не менее, коллеги из Британии считают, что напрямую сейчас руководство военной Российской Федерации докладывает Путину о ходе ведения войны. Если это так, что это означает? Это означает, что в Кремле ситуация, как в апреле 45-го в Бункере, в Берлине. То же самое. Дело в том, что, кстати, Шойгу для нас это очень хороший знак. Почему? Потому что Шойгу был личным другом Путина. Они вместе там отдыхали на Валдае. Никто, обратите внимание, никто из команды Путина так близко не демонстрировалась дружба между Путиным и кем-то из его окружения. Как с Шойгу. И если он вынужден был его отстранить, и он уже... Смотрите, Герасимов исчез уже давно. Мы уже несколько месяцев не слышим о начальнике генштаба. Все эти герои, герои Воин, Суровикин, Дворников, Лапин, Жилин, все эти командармы куда-то поисчезли и всех поубирали. И я так понимаю, что, наконец, может быть, Путин понимает, что что-то с операцией не так. И поэтому он пытается взять ситуацию под контроль. Я думаю, в ближайшее время, возможно, в ближайшее время может появиться какой-то исполнитель. Путин ему не будет сам. Он их послушает доклады, и в конечном итоге он все равно кого-то назначит технически руководить. Может быть, не официально на должность, но технически руководить. Но главный вывод, который можно отсюда сделать, система государственного управления Российской Федерации начинает сыпаться. У нас есть сегодня важные новости, горячие новости из Херсонской области. Мы все внимательно следим и боимся, так сказать, лишнее озвучить. И очень хочется услышать ваше экспертное мнение. Скажите, пожалуйста, что происходит? Ну, я думаю, что произошло то, что должно было произойти. В снижении уровня боеспособности передовых частей с помощью нарушения логистических схем, оно дало такой результат, что в конечном итоге они предпочли... Видите, это, кстати, то, что мы неоднократно с вами обсуждали, что у них есть несколько вариантов. Либо они будут бежать, либо им надо гибнуть под нашими снарядами или сдаваться в плен. Они выбрали бежать. Поэтому мы наблюдаем такие... Дай бог, чтобы это было первым звоночком. И, кстати, мы этот 109-й полк уже бьем не первый раз. Вместе с теми же десантниками, которые... Это же те же десантники, которые пытались наступать в направлении Николаева. И это вызвало довольно много вопросов в нашем социуме в плане того, что как же так? Вроде говорили, что они переходят в оборону, а они пытаются прощупывать. Вот они допрощупывались нашей обороной, что сами вынуждены отступать. Олег Владимирович, давайте уточним для нашей аудитории. Речь идет о сообщении от оперативной группировки «Каховка», которая сообщает, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. А скажите, пожалуйста, прорвали первую? Сколько еще остается? И насколько она близко находится к городу? И насколько ее будет тяжело прорвать? И самое главное, нужно ли? Или на определенном этапе, когда будет темп идти дальше и дальше, так уверена группировка сама просто покинет территорию? Ну, насколько известно из открытых источников, линия обороны три. Они их начали строить. И если помните, были колонны, они завозили туда бетонные изделия в виде ДОТов, долговременных огневых точек. Завозили туда колоннами лес Кругляк. Насколько они сегодня укреплены, трудно сказать. Но, опять же, я думаю, что устойчивость обороны, главным образом, мы влияем на устойчивость обороны, главным образом, за счет разрушения логистики. Когда у солдата заканчиваются патроны, а у артиллерии заканчиваются снаряды, или танки стоят в ожидании заправки, вот тогда, скорее всего, наши войска и предпринимают попытки наступательных действий. И эти попытки приводят вот к таким результатам. Если бы у них было чем воевать, я не думаю, чтобы они так быстро побежали. Они же там держат оборону уже сколько? Больше месяца. — Позволю себе зачитать сообщение от министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который написал в своем твиттере, процитировав известную россиянку, которая решила выехать из Крыма после начала курения в неположенных местах. — Вообще не хочу уезжать из Херсона. Тут так классно вообще, настолько душевно, все по-домашнему. Олег Владимирович, я думаю, вы понимаете, о ком идет речь. Будем надеяться, что скоро увидим и подобные ролики в интернете. — И да, может быть, наверное, посмотрим еще, как в Херсонской области был дым, то есть вот это вот курение над Береславским машином, строительным заводом. Саша, можем показать эту картинку? — Нет, к сожалению, сейчас не можем. Да, давайте просто обсудим само событие. — Береслав — это как бы часть. Самое главное — это сообщение, которое было сегодня утром, когда показали результаты работы нашей артиллерии по мостам. Вот это самое главное. Причем там последний удар по Антоновскому мосту зацепил вот эти баржи, которые они там собирали под наплавной мост. То есть мы и там уже им дали. И сегодня получается, на сегодняшний день есть полная уверенность того, что остались только лодки и весла. И вот эти вот одиночные паромные переправы, которые они делают на основе блоков понтонного моста, здесь, конечно, труднее бороться, но они не обеспечат жизнедеятельность группировки. Вот это для нас самое главное. Логистика сведена к минимуму для такой огромной группировки, которая сегодня заперта на правом берегу Днепра. Мы, конечно же, рады и всегда с трепетом читаем новости о каждом успехе, даже самом маленьком вооруженных сил Украины, но мы должны недооценивать нашего противника. Вот буквально вчера были видеокадры большого скопления военной техники в Крыму. Мы видели, что идет не совсем новое. Мы видели, что вот то, что парада уже отгуляла и, наверное, была перекрашена, где-то подрихтована, но оно в Крыму и этого железа много, и оно все опасное. Скажите, пожалуйста, ваши прогнозы. Как нужно относиться к этой мобилизации военной? Ну, скажу так, что, конечно же, нельзя не определять внимание вот таким передвижением. Мы сейчас наблюдаем перемещение вот этого третьего армейского корпуса резервного, который они там частично сформировали. Я так понимаю, опять же, видите, отсутствие времени заставляет их перевозить по мере готовности частей. Не всего корпуса, а частей. И усиление группировки в Крыму это в будущем может осложнить нам задачу по его освобождению. Это будут дополнительные трудности для вооруженных сил Украины. Кстати, это еще раз подчеркивает о том, что вопрос работоспособности крымского моста надо решать как можно быстрее. Олег Владимирович, очень хитрое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Значит, там же МАГАТЭ должны наконец-то попасть на Запорожскую атомную электростанцию. И Песков сказал, что если МАГАТЭ будет проезжать на Запорожскую атомную электростанцию со стороны Украины, то и Украина должна обеспечить, соответственно, их безопасность. Ну, вы же сами понимаете, да, как будто явный намек на то, что могут быть провокации, на то, что туда все-таки члены МАГАТЭ не попадут. Как вы оцениваете это заявление, учитывая то, что Песков еще сказал, что демилитаризированной зоны вокруг Запорожской АЭС не будет? То есть выводить войска они оттуда не собираются? Ну, это было ожидаемо. Насчет демилитаризации я даже не надеялся, потому что для них это суперважный объект, который им очень и очень нужен. Причем нужен абсолютно в исправном состоянии, со всеми его мощностями, которые там существуют. Поэтому это один из косвенных признаков того, что вся эта игра вокруг Запорожской атомной – это блеф. Это политический и, в принципе, на уровне ядерного терроризма, я бы сказал, шантаж. МАГТ, насколько я знаю по последней информации, сегодня утром выехала в направлении Запорожской атомной станции. Ну да, Россия, я и предполагаю, что Россия постарается сделать все, чтобы не допустить миссию МАГТ на эту станцию. Но думаю, что со временем они ее допустят. Может быть не сегодня, может быть не сразу, но все равно они ее допустят. Почему? Потому что они не получают ответной реакции, ожидаемой ответной реакции от международного сообщества. Вот здесь надо отдать должное коллективному Западу, что он стоит жестко на позициях того, что Россия должна уступить, а не Запад должен подстраиваться под Россию. Да, ну тут, конечно, тяжело поспорить. Олег Владимирович, последний вопрос, если можно, коротко. Как вы видите перспективу на ближайший месяц, полтора? Какие ожидать нам возможно смещение по фронту? Особенно учитывая, что в октябре мы ждем, что придет сильная поддержка в плане вооружения. У меня единственная, я возлагаю самые большие надежды, это на южнобургское направление, что все-таки за счет огневого воздействия на логистику этой огромной группировки войск нам удастся ее хотя бы уменьшить раза в два, как минимум, а в лучшем случае, конечно же, ликвидировать. И это будет, я бы сказал так, это будет построение фундамента нашей будущей победы. А уже с приходом вооружения, тогда, да, мы можем говорить о формировании контрнаступательной группировки и начинать контрнаступление на одном или нескольких направлениях. Спасибо вам огромное. Олег Владимирович Жданов, военный эксперт, был на канале Freedom. До скорых встреч, Олег Владимирович.